Здравствуйте дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. А сегодня мы отправимся с вами в Южную Америку и посмотрим удивительную такую скульптуру, которая называется Рука пустыни. Данный объект, конечно же, не просматривается с космоса. Мы привыкли рассматривать с вами различные горы, каньоны и так далее. Здесь всего лишь 3D модель, которую мы можем с вами определить. Вот такое уникальное сооружение присутствует в Южной Америке. Вы только посмотрите, какой шедевр мысли инженерной техники. Данное место стало довольно-таки популярным. Здесь снимаются и клипы, и попадают данные изображения даже в различные фильмы, сериалы. Ну уж от туристов здесь, конечно же, отбоя вообще нет. Смотрите, огромное их количество. Рука торчит вот так на одну треть. Единственное, что портит, это граффити бесконечно. Но власти Чили стараются бороться с этим. Они бесконечно стирают эти все надписи. Ну как бороться, когда тут поток туристов идет такой. Просто надо тогда запретить, чтобы они сюда не приезжали, не посещали данное место. Тогда и, может быть, и надписи не будет. Все равно всем хочется что-то оставить, свой след какой-то. Хотя зачем, неизвестно. Посмотрите, какое великолепное сооружение. Осталась бы она там на века. И наши с вами потомки тоже ломали бы голову. А для чего? А что это такое? Ну а на самом деле, для чего же эта рука была создана? Давайте с вами более детально изучим информацию. Для чего ее создавали? Такую композицию очень интересную. Итак, данная скульптура представляет собой левую ладонь человека, которая как будто бы высовывается из-под земли примерно на три четверти. Высота данной скульптуры составляет 11 метров. Ну и автор Марио Ирар Сабль. По замыслу автора, его работа должна выражать человеческую несправедливость, одиночество, горе и муки, столь знаменитый размер, уязвимость и беспомощность. Материал данной конструкции – это бетон на стальном каркасе. Открытие данной скульптуры состоялось в 1992 году. Ну а что касается заботы о данном памятнике, то здесь уже на официальном уровне, на таком государственном уровне, взяла себе заботу Антофагасту. То есть такая организация объединения за Антофагасту. Члены данной организации занимаются очисткой данного памятника и очищают его, ну там периодически вот эти графики, где-то что-то восстанавливают. Ну и стараются все-таки сохранить как можно дольше данную скульптуру. Конечно же, скульптуру видно вот так издалека, можем с вами наблюдать. Так, видеоматериал не берем. Сама пустыня в Чили. Тут какая-то надпись непонятная тоже рядышком. Там что-то похоже уже на пирамиды. Изображений данной скульптуры, конечно, достаточно много. Такие вот самые эффективные, яркие, смотребельные выглядят. Жаль, конечно, то, что вот изрисовывают. Да, вот видим, что закрашивается это все, отмывается это все. Жаль, что портят данную скульптуру. Я думаю, что если за ней будет какой-то определенный уход, то она простоит достаточно долго. Смотрите, как это смотрится все в звездном небе. С одной стороны, вроде бы ничего такого особенного, но, тем не менее, люди сюда приезжают. Приезжают туристы в огромном количестве. Такая вот подсветочка тут. Наверное, на отдых приехали ребята. То есть, место стало достаточно популярным. Байкеры собрались. Вот такая вот рука. То есть, понятно, что построили ее не инопланетяне. Это все сделали люди. Вот при должном уходе данная рука может простоять, не знаю, тут может быть тысячи лет даже. И можно наблюдать ее. И потомки будут, может быть, гадать, а кто это, зачем это, а как это построили. Может, конечно, не будут. Кто знает, может быть, нашим потомкам наоборот будет все равно, что здесь, где, да и вообще, что на земле там происходит. Да без разницы. Ну, как есть, так и есть. И про подобные явления даже вспоминать не будут. Надо, наверное, запись вести какую-то, может быть, какую-то историю писать в таких достопримечательностях в мире, которые были созданы людьми, которые были в древности. Потому как, скорее всего, наши потомки читать об этом обо всем вряд ли будут. Это нужно просто в курс там, не знаю, может быть, школьные истории вводить, чтобы хоть как-то интересовались. Ну что ж, друзья, вот такую мы с вами «Руку пустыни» сегодня посмотрели. На этом я буду заканчивать свой такой небольшой видеоролик. Всем огромное спасибо, кто досмотрел его до конца. Пишите комментарии по всему тому, что вы увидели. Подписывайтесь обязательно на канал. Впереди у нас будет много чего интересного. Но я надеюсь, этот ролик для вас был хоть чуть-чуть интересен и полезен.